Сегодня поговорим о креме вечер. Сам крем довольно густой, плотный. Я применяю его только для области под глазами. И эффект, я вам скажу, ничуть не хуже, чем от дорогих покупных косметических средств. Вот что входит в состав этого крема. Как же правильно применять крем вечер, чтобы под глазами не было покраснения, раздражения или припухлости? За 2 часа до сна на полностью очищенную от макияжа кожу я наношу буквально горошину крема и вбиваю подушечками пальцев, очень аккуратно, стараясь не растягивать кожу под глазами. При необходимости перед сном можно немного промокнуть зону под глазами бумажной салфеткой, чтобы убрать излишки крема. Но в основном я обхожусь без этого. Если наносить крем в умеренном количестве, то он полностью впитывается. Результат меня радует. Кожа под глазами стала более плотной, упругой, из-за этого и морщины не так заметны. Продолжаю с удовольствием применять это средство. Если и дальше оно меня будет также радовать, возможно полностью перейду на этот крем. Сегодня я хочу рассказать вам о своей бюджетной находке. Шикарном креме, который действительно стоит 50 рублей, а по акции его можно купить даже дешевле. Это морковный крем, производитель Невская косметика. Он подойдет на период с весны по осень и для любого типа кожи. Использую я его утром вместо дневного крема. Он отлично ложится на кожу, быстро впитывается, не оставляет маски на лице, его просто не ощущаешь на коже. Прекрасно увлажняет. Когда проводишь рукой по лицу после впитывания этого крема, кожа, ну чистый бархат. На этот крем замечательно ложится косметика. Производитель заявляет, что крем витаминизирует кожу. И я в это реально верю, так как вижу, что цвет лица день и то дня у меня улучшается. Сегодня я хочу рассказать вам о классной новинке от Невской косметики. Креми Ретинол. Сам крем не жирный, приятной консистенции, с замечательным сладковатым ароматом. Если кто помнит, раньше были леденцы, Монпассие. Вот ими и пахнет крем, на мой взгляд. В составе, помимо ретинола, также содержатся витамины Е и Ф, а также оливковое масло. Вот такой шикарный состав для идеального результата на коже. Этот крем отлично смягчает, питает, восстанавливает кожу любого типа, улучшает свет лица, повышает упругость, устраняет шелушение и разглаживает морщины. Я наношу крем Ретинол только по вечерам, на очищенную кожу лица. Хотя производитель разрешает использовать средства и как основу под макияж, но я не рискую. Все-таки крема с Ретинолом в составе лучше использовать вечером, перед сном. Крем очень быстро впитывается, кожа становится на ощупь невероятно нежной, просто бархатной. Применяю я этот крем уже больше 10 дней подряд. Эффект мне очень нравится. Кожа мягкая, гладкая, увлажненная. Лицо приобрело свежий, отдохнувший вид, как после отпуска. Сегодня я хочу рассказать вам про еще одну новинку от Невской косметики. Это крем коллаген. Сам крем легкой, нежирной консистенции, со свежим парфюмерным ароматом. Замечательно впитывается и не оставляет липкости на коже. В составе средства морской коллаген и оливковое масло. Этот крем питает, смягчает, увлажняет кожу, улучшает тонус и эластичность, разглаживает мелкие морщинки. Я наношу его по утрам на очищенную кожу лица. Как я вам сказала ранее, крем шикарно впитывается и не оставляет жирного или липкого эффекта. Кожа на ощупь становится очень приятной, нежной и гладкой. На этот крем отлично наносится макияж. Применяю я его уже тоже порядка 10-14 дней, и результат меня радует. Кожа стала мягкой, гладкой, увлажненной. Морщинки, особенно моя межбровка, стали менее заметными. Что особенно приятно, что крем не вызвал ни прыщиков, ни забитых пор. Так что его можно спокойно применять и при жирной возрастной коже лица тоже. Сегодня я хочу рассказать вам о потрясающем креме, который я купила за копейки в самом обычном супермаркете. Это крем Герантол. Герантол это питательный крем для сухой кожи. Он смягчает, увлажняет, питает, уменьшает мимические морщины. Вообще изначально я планировала его применять для восстановления кожи рук, но рискнула использовать на лицо и была приятно удивлена. Давайте посмотрим на состав крема. Для многих это важно. При сухой коже Герантол можно использовать утром и вечером, ежедневно, нанося средство на очищенную кожу лица. Как правильно его наносить, чтобы лицо не блестело, я расскажу чуть позже. При нормальной коже можно использовать Герантол только вечером, нанося крем за 2 часа до сна на очищенное лицо. При жирной коже, как у меня, я бы советовала вам использовать Герантол как шикарную питательную омолаживающую маску. Чтобы не забивались поры и не появлялись прыщи, крем я наношу специальным образом. Выдавливаю несколько капель крема на пальцы, распределяю равномерно и похлопывающими движениями осторожно вбиваю в кожу лица. Можно наносить крем и на область вокруг глаз. Чтобы не оставался липкий жирный блеск, много крема вбивать не нужно. Делаем такую маску за 2 часа до сна, а перед сном можно немного промокнуть лицо бумажной салфеткой, если это потребуется. Смывать крем с лица не надо. Мне прямая и жирная кожа достаточно одной такой маски в неделю. Это сейчас, летом. Зимой я буду делать такую маску 2 раза в неделю. Кожа после этого крема меня радует своей мягкостью. Она выглядит напитанной, увлажненной, очень нежной, упругой, холеной. Морщинки не так заметны. С помощью этого крема можно сделать отличную питательную маску, которая замечательно восстанавливает сухую, чувствительную, обветренную или обгоревшую, покрасневшую на ярком летнем солнышке кожу лица. Для такой маски я беру раза в 3 больше крема вечер, чем обычно. Наношу на лицо толстым слоем на 20 минут. Сразу после нанесения появляется чувство тепла. Под таким слоем крема кожа прогревается, улучшается кровообращение. Через 20 минут я снимаю крем бумажным полотенцем, обязательно промакивающими движениями. Сейчас данную процедуру я проделываю по требованию, когда моя кожа нуждается в экстренном, интенсивном восстановлении питания. Осенью и зимой такие маски можно делать на регулярной основе, один раз в неделю. Кожа после такой маски максимально напитана, полностью восстановлена, на ней нет ни намека на шелушение, стянутость или покраснение. Субтитры сделал DimaTorzok